Надо подпустить, ну, баранки в дну. А что вы вредничаете? Видите, дедуля поднимается. Я этого дедуля знаю без вас. А давай тачками обменяемся на пару дней? Да давай без программы. Будет амиран с монобровью. Нет-нет, да даёшь жару. Качество не то, что 50 лет. Ну, синишем. Я вам вам ноги перелываю. Вера, ты самая секси. О май гад. Я уже в нем не хочу. Ты знаешь, что? Я, короче, заболел. Заболел не по-детски. Два дня валяюсь с температурой 39. Потею. Потею так, как будто... Я вот смотрел сейчас фильм Я Болт. Про Усейна Болта. Бегуна. Но никто в истории человечества не бегал так быстро, как Усейн Болт. Они начинают бегать. Тайсон Гэй бежит рядом с... Очень крутой фильм, кстати, документальный. Сейчас рекомендую посмотреть. И вот он там бегал, когда 100 метровки свои. Из него можно было там выжимать в ведро воды. Вот по тебе я так же, как будто бегаю из 100 метровки. Но я немного кое-что радует. Сейчас я вам покажу даже, что... Сейчас я вам покажу, что именно у меня помимо семерки BMW сейчас мне еще пригнали сегодня мою любимую Ай-8. Я прям... Я как будто чуть-чуть подвыздоровел даже. Потому что... Вы знаете, те, кто смотрели те выпуски, как я влюблен в эту машину. И когда мне сказали, что могут сейчас ее снова дать на какое-то время, я был очень рад этому. Итак, я тоже здесь, в Киеве. Дневник Хача. Привет, брат! Привет! Как дела? Тебе привет от аллигатора. От хачек от Дашьба. Да. Амиран, Амиран, Майами. Всем привет. Это Монатик. Мы в Украине. Мы сейчас устроим вам здесь партию. А это Open Kids. Дневник Хача. Круче всех. Круче всех. Дневник Хача. Круче всех. Блин, я нахожусь в гримёрке у самой красивой, самой прекрасной, самой лучшей блондинки. И самой любящей поесть блондинки. Это Вера. Всем привет. Вер, скажи честно, ты бы хотела бы сняться в Дневнике Хача? Судя по всему, я уже в Дневнике Хача. Ты знаешь, у нас есть классная традиция, мы можем... Я знаю. Хачу Хача. Это что, это песня такая? Нет, Хачу Хача, это Дай Хачу есть. Это когда мы просим интервью. Тинькофф дал Хачу. Сейчас мы хотим, чтобы Дуров дал Хачу. Вот так вот. Отдал Хачу. Так классно танцую. У меня просто такое платье, в котором я не могу сейчас танцевать. Ты там так красиво танцевала. Давай покружимся. Давай. А там звук тоже пишется? Да. Ну мы нарежем. Всем привет. А, хорошо. Вы секси. Вы... Нет, ты секси. Нет, и они тоже секси. Нет, ты самая секси. Самая-самая. Если ты не была секси, я бы тебе не подарил свои очки. А, все, теперь я понимаю, что я в этих очках вдвойне секси. Сейчас 8.30 утра. Еду к деду. Сейчас у нас четверг. Гена с понедельника ездил, каждое утро наблюдал со стороны, снимал, сколько людей вообще к нему подходят, помогают ли. Здорово, что вас много. Реально, вот там видел, там по 5, по 6 человек приходили. То еду ему приносили, то там деньгами, насколько я понял, тоже помогали. Хотим купить ему очки. Говорил, что плохо видит. Ну и вообще, все, что ему сейчас нужно, разузнать, пообщаться с ним. Из того, что можем сделать, сделаем сейчас, а из того, что что-то будет глобальное, подумаем, как это можно реализовать и помочь. Заболел капец, как сильно, как всегда, не вовремя, перед концертом. Не представляю, как бы вообще полетел в Лондон, поэтому все сыграло на руку, и мы не полетели. Концерт, кстати, не отменили, а перенесли. Поэтому мы обязательно приедем к вам. Берегите здоровье, одевайтесь тепло. Вирусы, вокруг реально одни вирусы. Жесткий вирус какой-то подцепил, таблетки не помогают. Вот пришлось приехать на Капельницу. Все, можем поговорить с вами. Пока лежу. До сих пор под впечатлением концерта в Питере. Это было незабываемо. Спасибо вам огромное. Всем, кто пришел, кто был тогда с нами. Это было действительно круто. Мы тут находимся перед выходом на сцену в гримёрке в Киеве. Вон, ребята. Сегодня их ждет два сюрприза на сцене. Парень хочет сделать предложение своей, уже, наверное, надеюсь, будущей жене и передадим видео привет от Амирана. Надеюсь, все пройдет круто. Давай, давай. Секси, секси. Давай, Реджи. И теперь разворот. Опа. Давай, теперь я. Да. Давай, же выкрути. Наконец-то тебя привели и отдали снова папочке. Ты мой красивый. Ты мой братишка. Как же мы соскучились друг по другу. Да, да, мой хороший. Это снова я. Тебя там чужие руки трогали. Все нормально. Все нормально. Ты снова здесь. Тихо, тихо, тихо. Вот, смотри, там какая детишка. Ого, ого, ого. А, я знаю его чего. Здорово. Здорово. Я тебя знаю. Я тебя знаю. Ты же у Гаврилина, да? Жизби? Да, да. Ты эту тачку давал Афоне? Да. Честно. Да. А ты его знаешь? Да, знакомый. Круто. А можешь встать рядом, познакомимся? Да. Здорово. 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 Купил? Конечно. Красава. А это не моя, чтоб ты понимал. Ты молодец. Мне бы это дает. Если ты не торопишься, может какой-то обзор двойной сделаем. Да. Или махнем ты. Давай. Вот ты сюда садишься? Да, а я тебе ключ. Мой ключ там. Легко ты тачку свою отдал. Нет. Не свое. Полу поменял на спать. Он даже сумку свою оставил. Слушай, если он угонит, мне все равно. Машина не моя. А вот то, что он мне так легко дал. А ты разберешься в ней? Да. Я поехал. Поехал? Ой, блин. Как миссиво рейку убьешь. Нифига, на крыше. Ё-моё, как она топит. Я лечу в деда знак, мой майк, что хочу, это деда знак, не успать, моя туса углать, моя туса гудать, кум по меня у нас спать. Слушай, она у меня больше. Она очень бодрая. Бодрая? Очень бодрая. Прям нереально бодрая. Это как будто ты попал в будущее. Вот в чем весь прикол. Мне именно этим это и вставляет. Ты когда едешь, все смотрят и думают, ё-моё, блин, откуда это приехало? Что это за концепт? Что это такое вообще? Как это круто. А мы зимой глупо не выглядим на этих машинах? Как тебе? Выглядим. Выглядим, да? Да. Но это не мешает нам с тобой. Давай, давай сядем, расскажешь. Давай. В нескольких языках не существует обращение на вы. Это в каких? По-моему, шведским. И чё-то в европейском. Мне кажется, это придумано только для того, чтобы показывать статус и разграничивать положение людей. И нам это вбивают с детства в голову. Я бы вообще отменил вы, чтобы все чувствовали себя на одном уровне. Ну вот, так я тоже считаю, что только должно быть. Вот, дедуль, смотри, вчера купили тебе телефон для связи. Ты же хотел. В принципе, он хороший, это смартфон. Я тебе покажу, как им пользоваться. Нам ещё симку только надо купить. Это недорогой смартфон, Acer. Хороший. Почему недорогой тебе взял? Чтобы ни у кого не было соблазна, у тебя его отнять или украсть. Но он хороший, рабочий. Спасибо. Вот. Я тебе покажу, как им пользоваться. Ну расскажи по порядку. Вообще, что-то изменилось? Стали приходить помогать? Вот первый там день, человек шесть было. Вот. После. Ну, после. После того, как вышел видос? Да-да. На самом деле, желающих много помочь, просто они не все в Москве. А те, кто в Москве, и, видимо, могут в такое раннее утро приехать, они приезжают, помогают. Я понимаю. Ну, большое спасибо вам, ребят. Вы меня очень поддержали. Мой хороший. Запылился. Соскучился. Ты же мой сладкий. Господи. Как же я по тебе скучал все это время. Ну-ка, заведется хоть? Блин, даже не заводится. Мой хороший. Красавец. Сейчас мы покатаемся. Мой маленький. Как же он запылился, бедняжка. Блин, ну какой же это кайф, даже просто его увидеть посреди зимы. Сказать ему. Блядь, какой же он охуенный все-таки, а? Я пока летом ездил, не ценил этого, не ощущал. Ну, привыкаешь. Это же сейчас соскучился. Просто что-то бомбезное, блядь. Он же охуенный. Это же произведение искусства. Как ревут моторы, не слышал ничего такого. Раньше я без слова не мог понять язык жаргона. Дверь, мой зверь, мой зверь, мой, 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 мой красавец. Друзья, мы пригнали на хату к Васе. Васе это наш главный герой, вы все сами увидите. Сегодня мы снимаем хату, маму, папу, дедушку, друга Васе, сеструху Васе, самого Васю. А завтра будет самое интересное. Будет Амиран с монобровью, будет Олег в виде полицейского. Я буду такого играть гопника в тачке. Сегодня уже практически мы уходим в ночь с воскресенья на понедельник. Поэтому сегодняшний день попадет в этот выпуск. А завтрашний день уже попадет в следующий. Так что ждите его. Я уже сам хочу увидеть Амирана с монобровью. А то он все выщипывает брови. А тут неделю готовился, говорят. Благодарю. Сеструха! Камера! О, красава! Ее друг Вася. Ты можешь не храпеть, лучше слюну пусти, но только так, чтобы платье не испортить. Че ты жешь? Чего ты меня вычеришь? Мочу! Он крутой! Хороший! Ну, я вообще, да, я его видел пару раз еще летом. А как тебе здесь идти вообще через дорогу? Ну, я знаю, да, он напротив пятерочки там. А ты его вообще раньше видел до влога? Да, летом. Не помогал? Ну, я вообще видел, как бы не понимал то, что он вообще из себя представляет. Не подходил, то есть не общался. Здорово! Не могу. Все. Здорово! Здорово, мурашки! Здорово! Как дела? Вы так и работаете здесь? Да, да, да. Понял, прикольно. Смотрим обзоры сейчас. Че, деду помогали, честно? Выходили, не было. Можете сейчас помочь. Сейчас че, сидит? А че они там? И че, вещей ему купить? Дедуля, а как с женой сейчас? Она не будет ругаться, что мы лезем тебе в жизнь, там, пытаемся... Что, помогаете мне? Она беспорядка рада. Да? Она же безработана. Она у тебя деньги не отобрала, которые... Нет, нет, просто повожу в ящик, что она пойдет платить квартиру, возьмет. Она вообще о тебе заботится? Заботится. Кормит, поет, ухаживает, выглаживает. Дедуль, мне Гена рассказывал, что ты там до сих пор это ловелас, нет-нет, да даешь жару. Да, а что делаешь? Серьезно? Серьезно, милый, но... Конечно, качество не то, что 50 лет, но с финишем. С финишем? Да. Вот, ребят, ну... Она вообще не в шоке, нет? Что? Она не в шоке, что ты такой ловелас в своей мудрости? Она... Совершенно... Ей самой ничего не нужно. Даже любовники у нее были, и много. Она не знает, что это такое. Она выбирает только мужика. А ей ничего не надо. Ну, в общем, как-то есть такая категория... Нимфоманки, что ли? Да-да-да. Только мужику. А ей ничего. Странно, конечно. И даже у нее еще была любовница, баба, которая из-за мужика была. Тоже такая была корова. У кого была? У нее. В смысле? Лесбиянка? У моей жены. Лесбиянка? Лесбиянка. Серьезно? Да. Вот даже так, она универсалка и туда, и сюда. Жесть. Вот так, ребят. А ты ее забрал к себе и приютил? Что? А ты забрал к себе и приютил? Не то, что забрал. Пустил в дом несчастную пожить. Ну, самое главное, что заботиться. Ну, нормально. Я сейчас доволен даже очень. И вреда никакого не приносит? Нет, нет. Еще одно включение. Продолжаем болеть. Продолжаем расходовать время. Но пытаемся с пользой. Я вам в прошлом выпуске рассказывал про Сперси. Я вот продолжаю его осваивать. У меня ник здесь такой же, как и в Инстаграме. Амиран 495. Здесь есть фотографии, которые я не выкладываю в других соцсетях. Много очень топовых блогеров. Тоже здесь сидят. Вот Иван Гай, Ян Гоу, Марьяна Роу. В общем, приложение сейчас называют «Убийца Инстаграма». Посмотрим, так оно или нет. Заходите, подписывайтесь. Будем в банде с вами. Еще вы можете добавлять прикольные фотографии с хэштегом «Дневник Хача». Потом буду самые прикольные смотреть и добавлять вас в «Друзья». Друзья, вам огромный привет. Который от кого. Киев, большой всем привет. Спасибо, что пришли на концерт с Ассенкой. Спасибо, что поддерживаете наш канал. Что смотрите, ставите лайки. Мы знаем, что много людей смотрят с Украины. И это очень приятно. Я очень надеюсь, что в следующем году все главные приедут в банк. Выступим, зашел, снимем. Обязательно скоптер на высоте птичьего полета. А еще давайте покричим традиционно наших печалок. Я говорю «Дневник», вы знаете, что говорите. «Три-четыре. Дневник». Ну, привет, зачем тебя не кричит, друзья? Иди, давай. Давайте поприветствуем, друзья. Полиции, да? Даша. На самом деле, ты ничего не уйдешь. Добро сна к тебе позвал. Хотя, как сказать. Лех, ты ничего не хочешь сделать? Дорогая Дашенька, потому что я люблю, я с девочкой счастливой. Я хочу, чтобы здесь самое главное время. Да-да-да. Дедуля, носки нужны? Носки нужны. Ну, сейчас не нужно. Вообще, в принципе, нужны, конечно. Джинсы заправить или поверх? Все, плать поверх. Поверх, да? Да. Эти выбросим? Нет, это не рабочие. Теплых носков и варежки будет? Давай. Я сейчас еду в санаторий. Ага. А тебя кто туда отправляет? Райсобес. Это кто? Что? Это что такое? Ну, районный отдел социально-вестиционный, пенсионный фонд. А, понял. Ты с женой туда едешь? Нет, что ты. Только на одного. Так, может, пока ты там отдыхаешь, мы займемся твоим ремонтом, чтобы ты вернулся и у тебя все готово было? Ну, надо сейчас взять ее. Она сейчас очень не хочет, чтобы кто-то появился в доме. Ну, как скажешь. Как скажешь. Ну, конечно, я попробую поговорить с ней еще сегодня. Тебя отвезти туда или просто помочь, и ты сам сходишь? Нет, если можете отвезти, было бы шикарно. Можем. А когда надо? Пораньше, чтобы приехать раньше всего завоза, чтобы могли хоть получше дать какую-нибудь красоту. Когда кончил техникум, хорошее место подорвалось мне вне сверсти вооружений, инженерной должности. 1200 рублей оклад, хотя всюду была цена 600 рублей. Как глянули, мать репрессерную, пиздец, никуда ты не суйся больше, кроме как в коммунальное хозяйство, говночистом. Ну, вот переживал я вот такое гонение советской власти. Я-то при чем здесь враг народа? У нас же Сталин был в то время. Да, да, да. Вот его все ненавидели или любили, как сейчас говорят? Мать ненавидела люто, а мы дети воспитаны были, Сталин, что-то бог, это что-то такое, и в детском садике, и в школе. А мать люто ненавидела. Что значит? Народ тихаря на кухне ненавидел его. А официально все любили, да? Все любили. А так народ ненавидел, потому что нищета была. Дедуль, какие книжки читаешь? Что любишь читать? Секс. Да ладно. Символ этого издательства. Член, идущий на ногах. Так я называю это хуевая серия. Изображен эмблема хуевая. Вот, 460 сил, 3,9 до сотни, карбон. 3,9 до сотни? Да. У той 4,2, по-моему. Ну она мощная тоже. Так там всего 216 лошадиных сил. Я почувствовал, это, ну вот, электрический мотор, он немножко по-другому себя ведет. Нет, там 50 на 50. Ну, понятное дело, он все равно, он как-то добавляет, то ли, то ли крутящий мотор. Понимаешь опять прогресс современный, как он делает? Здесь 450 с чем-то лошадиных сил, там 216 всего, или 230. И они едут одинаково примерно. Охренеть. Слушай, ну тогда вот закономерный вопрос возникает для тех, кто тебя тоже первый раз видит, как и я сегодня. И я знаю, что у тебя бизнес, но не знаю какой, в общем, как заработать на такую машину? Вкратце можно вот прям? Мне 28, начал я свой бизнес. Ты 28? Да. Ты меня младше? Да. Серьезно? Я 10 лет в бизнесе. Я тебе скажу, что тебе сильно помяло бизнес. Сема. Нет, брат, тебя сильно помяло бизнес. Вот, в общем, учебу я бросил на первом курсе универа и начал заниматься бизнесом. Начал ездить в Китай, сначала я поставками занимался из Китая, потом логистическую компанию открыл небольшую. Я делал это очень быстро, очень качественно, и тем самым моя компания потихонечку начала расти. Я не очень разговариваю по-китайски, вот, могу сказать, как называется BMW. Баама по-китайски, да. А это Бэнши. Бэнши? Да. Бэнши и Баама. То есть, если китайцы, они говорят про машины, там, то не сразу понятно, о какой машине они говорят. А мне, знаешь, сейчас какая идея в голову пришла? Вот честно, я не знаю, как ты отреагируешь, но было бы прикольно. А давай тачками меняемся на пару дней? Да давай, мы справимся. Серьезно, готов? Да, конечно. Я надеюсь, будет нормально на это отреагировать. Ты их предупредил? Нет, в этом будет без прикола. Ну а что такого-то? Они, кстати, ребята из BMW очень крутые, они открытые. Они ни разу мне не сказали, чтобы я, ну, либо не говорил, либо говорил, там, что-то хорошее в сторону их машины. Они говорят, делай, как видим. Еще одно прямое включение больного из постели. Что хотел сейчас обсудить, прям въелась мысль и хочу с вами поделиться и заодно услышать ваши советы. Мне уже там 30, да, и мне и мама, и там родственники все, и друзья говорят, там, что когда уже будет своя крыша над головой. И скажу честно, там даже в комментариях мне часто многие люди пишут, что, типа, там, ничего не покупаешь, хорошо зарабатываешь. То, что я хочу купить, у меня на это нет денег. То, что я могу купить, я не хочу там жить. Квартира на 10 этажей выше этой, без вообще ремонта, голые стены, стоит от 50 миллионов рублей. Во-первых, я не знаю, чем надо заниматься, чтобы такие деньги легко заработать и сразу отдать за квартиру, попрощаться с ними. Да и квартира, которая стоит столько, все равно это неадекватно. В связи с этим вопрос, как вы, например, решаете такие задачи. Если меня смотрят риэлторы или лучше даже строители, которые корову и собаку на этом съели. Где же золотая середина? Как же все-таки поступать? Покупать, снимать всю жизнь? Или вообще что делать? Брать кредит? Уезжать, может кто-то скажет. Посоветуйте. Что я хочу сказать, еще катаемся. У меня ощущение такое, как будто я работаю, кручу баранку. Я устал. Гена устал. Потому что подвеска очень жесткая. И от шума мотора от него уже болит голова. Ох, ептите. Да. Хочется. Хочется уже передохнуть. Но сейчас мы заедем в ресторан Le Vons. Нас туда пригласили. Говорят, прикольная кухня. Время жрать. Ботик, смотри. Тут все сезонники, ребят. Здрасте. Здрасте. Ты брутучим здесь? Да. Есть специальная черная лепешка. Есть обычная пшеничная, как лаваш. Есть лепешечка безглютеновая. Она там кукурузно-линяная лепешка. Я не понимаю вообще, что вы говорите. Можно попробовать? Вот это как будто мама делала. Помимо того, что это вкусно, это еще и не вредно для здоровья. Никакой химии, никаких там добавок, ничего нет. Извините. Ребята, очень вкусно. Честно, очень вкусно и очень легко заходит. А лимонад, если не пожалеете и дадите еще с собой, как-то обязательно. Будет вкусно. Пожалуйста. На здоровье. На здоровье. Еще раз, куда ехать? Адрес какой? Улица Попровка, 3.7. Достроение 1. И здесь накормите вкусно. Конечно. Ну, не будет так, что меня вкусно, а других невкусно, да? Нет, нет. Подходка все будет так. Смотри, дедуль, вот здесь есть кнопка сверху. Так. Нажимаешь на нее. Нажимай. Вот, видишь? Ты сейчас выключил. Нажмешь. Нажмешь и включил. Так. Дальше тебе надо сделать вот так вот. Вот видишь здесь трубочка? Так, резко, недолго. Просто пальчиком проведи так и все, как будто пыль стряхиваешь. Попробуй еще раз. Слышишь меня? Да, да. Вот. Я тебе сейчас сохраню все это. Давай. Стой, стой, стой. Ножку, ножку, ножку. Вот так. Ну, проходите. Ну, проходите. Баранки. А чтобы вредничать. Видите, дедуля поднимается. Я этого дедулю знаю без вас. Ну, и что? Да. А что он такая злая-то? Соседи у вас... Вас знают же все, правильно, в этом доме? Никто никого не знает. Здесь у вас все новые. А почему она такая злая на тебя? А кто знает? Да все чужие ребята здесь. Все, кто были членом крови, все уже вымерли. Я... Трое-трое осталось со мной. Дедуль, давай тебе куда все положить? Куда угодно. Давай на кухню положим. Давай на кухню. Ничего себе у вас книг. Мелките. Ё-моё. Дедуль, смотри. Вон там в пакете на столе еда. Ладно, понял. Спасибо. Все, пока, дедуль. До свидания. Дедуль, смотри. Короче, мы на охотном ряду с Олегом. Это Олег, кто не узнал. Привет, помните меня? Вспомните, деду дарил телефон. Купил еще 8 штук. Они недорогие, бюджетные смартфоны по 5000 рублей стоят. Эйси, Liquid Z330. И сейчас мы будем раздавать их прохожим. В общем, что они равносильно этому телефону готовы сделать? И мы сразу отдаем телефон. Хочешь, я тебе свою футболку подарю? Нет. Сколько томов написал Ницше? Слушай, я читал, как писал Заветкуство. А сколько томов, не помню. О Сверхчеловеке. Красава, забирай телефон. Зазови самый лучший влог в Ютубе. Бимник Хачапик, это было однозначно. Однозначно. Брат. На этом телефоне ты можешь сохранять всех своих парней и всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Хорошо. Хорошо.